Тогда мы начинаем. Всем добрый вечер еще раз. Сегодня у нас гость, геолог Ильдар. Он будет нам рассказывать о профессии своей и о путешествиях, об экспедициях. Добрый вечер. Ну, как вы сказали, меня зовут Ильдар. Я работаю инженером в Институте геологии и минералогии в Академгородке. Может, вы были уже там, да? То есть, экскурсия будет на этой неделе? Вот. Там очень хорошо. И, может, вы увидите там то место, где я работаю. Вот. И еще я студент Новосибирского государственного университета. Вот. Я приехал сюда из Челябинска, чтобы поступить в университет и изучать геологию. Я с детства этим увлекся. Я ходил в кружок юных геологов в Челябинске. Клуб интересов, кружок геологов для школьников. Клуб, да, для школьников. И мы изучали разные камни, ходили в походы каждое лето. И также я участвовал в разных олимпиадах по геологии. Вот. Ну и это вот вылилось в то, что я изучал геологию. И теперь это моя профессия. Геология, конечно, очень большая наука. И она включает в себя очень много разделов. Это и минералогия. Когда, ну, геолог изучает разные минералы, кристаллы. Это также добыча полезных ископаемых. Таких, как нефть, газ, ну, железные разные руды. Вот. Вот, например, есть историческая геология. Когда мы изучаем историю, собственно, Земли. Какие животные на ней жили раньше. Вот, динозавры разные. И то, какой она была вообще раньше. Вот. Ну, а я конкретно занимаюсь вулканами. Ну, то есть, можно сказать, что я вулканолог. Вот. И в своей работе, вот, кстати, вулканическая горная порода, собственно, которую, вот, я изучаю и которую я сам привез из Дальнего Востока. Вы, если хотите, можете посмотреть. Вулканолог – это редкая профессия? Я бы не сказал. Ну, вот в наших, в Новосибирске, это очень редкая профессия, потому что в Новосибирской области нет вулканов. Например, вот на Камчатке много вулканов, поэтому там очень много вулканологов. Также на Гавайях, например, вы знаете, что там тоже идут извержения. Ну, вот, и все восточное побережье, ой, западное побережье Америки, там тоже же очень много вулканов, там тоже поэтому очень много вулканологов. Вот. Ну, а в Новосибирске как бы далеко от вулканов. Вот. Поэтому здесь это не очень распространено. Не популярно. Почему вы выбрали эту профессию? В Новосибирске нет вулканов. Да. Ну, так случайно получилось. То есть, ну, это было три года назад. Меня просто, вот мой начальник, который у меня сейчас руководитель, он позвал меня поработать на вулканах. Он просто, у него знакомые вулканологи на острове Сахалин. Ну, тут, если что, фотографии, которые я сделал во время полевых работ, во время экспедиции, вот. Он меня позвал, и я, ну, я, конечно же, обрадовался, что меня позвали, я сразу же согласился, вот. И в дальнейшем начал этим заниматься постоянно. Вот. Это стало работой. Вот. Да, так, а вот, что вам больше всего нравится в профессии? Что интересно? В профессии, ну, мне просто нравится открывать для себя что-то новое постоянно. Ну, вот во время того, когда мы, ну, во время экспедиции, это постоянно новые места. Ну, как видно, это очень красивые места. Ну, и я, как бы, чувствую себя таким первооткрывателем, потому что я уезжаю далеко и нахожусь там, где либо никого никогда не было, либо мало кто туда может попасть. Да, а есть какие-то негативные моменты в профессии? Ну, негативные моменты, конечно, тоже есть. Вот, например, в этом году мы вот, когда были на острове Кунашир, это вот этот остров Кунашир, мы были, жили в старом доме, ну, там заповедник, Курильский, называется Курильский заповедник. Резервация. Да? Вот. И там старый дом, ну, в котором сотрудники заповедника могут жить и, как бы, изучать там, либо следить за животными, либо что-то еще делать. И вот 4 дня мы там жили, потому что это было вот кальдера Головнина. А назад можно сделать? Как-нибудь? А, вот все. Вот это называется кальдера Головнина, где вот как раз находится заповедник. Вот. Это как озеро? Это вот, вот это вот все. Раньше это был вулкан, который взорвался, и поэтому образовалась вот такая впадина. Вот. И мы вот как раз работали, это вот наш походный обед, котелок и газовый баллон. Да, все в порядке, нормально. Газовый баллон. Это вот мы решили выпить чаю со своими друзьями. Такая ситуация, когда камни, это экстремальная. Да, это берег, берег Охотского моря. Вот. И мы вот как раз шли к этому берегу, это вот как раз тот день. Да. И в походе на нас напал медведь. Вы видели медведя. Да, видели близко. Вот. На нас напал медведь. Мы не ожидали, мы не были готовы. Но у нас были факела, которые такие как... Они называются фальшфеер. Когда ты дергаешь веревку и из фальшфеера вылетает пламя. Как-то это... Это все сопровождается большим шумом, громким таким. Вот. И медведь испугался, и он убежал. Мы успели взорвать фальшфеер. Вот. Но страшно было очень. Это был первый раз, когда вы видели медведя? Нет, медведя мы видели много раз. Ну вот, чтобы прям вот близко, и чтобы он на нас бежал. Он пытался... Да. Вот. Это очень страшно. Он был вот такой высоту. Вот. Но когда он встал на задние лапы, он был выше человека. Вот. То есть такой негативный момент. Ну, например, да. А вообще экспедиция это трудно? То есть нужно ехать на Камчатку, да, из Новосибирска? Ну да, конечно же. Это трудно. Жить как? То есть вы живете в палатках или обычно в доме? Ну вот вообще обычно мы живем в палатках. Ну мы, то есть, берем, собираем свои рюкзаки, там палатки, спальные мешки, матрасы небольшие. Знаете, что такое спальный мешок, знаете, понимаете? Когда, ну обычно мы спим, у нас есть кровать, а мешок есть такое, там, где можно просто, такая вещь, да, куда мы ложимся и спим. То есть просто, как, например, знаете, пакет, да, вот, ну такой пакет для человека, теплый, где можно спать. Да, там внутри синтепон и, как бы, ну, то есть там очень тепло, ночью не мерзнешь. Вот. Ну и, как бы, мы жили в палатках, да, в основном. Иногда мы живем в домиках, если нам разрешает кто-нибудь. Вот, например, заповедники нам разрешили вот жить в их доме. Иногда на станции, где работают сейсмологи, где физики. Вот. Иногда там у них живем. Вот. Так. Ну, а это трудно, вот, жить в палатках, или это потом привыкаешь? На самом деле, по-разному. Вот, когда ты там в экспедиции и когда ты здесь в городе, это совсем две разные вещи. Вот, когда ты приехал из экспедиции домой, ты сидишь и вспоминаешь, как было здорово, как ты вот с друзьями там жил в палатке, сидел у костра, да. Это вот романтика, как говорится, да. А когда ты там, вот в экспедиции, на самом деле, все не так. Все не так хорошо. Ты думаешь, зачем я сюда приехал? Зачем мне эта палатка? Дождь идет там. Почему я украла? Да, мокро. Там медведи. Медведи ходят на. Там вода холодная в реке. Сложно помыться, ну, потому что холодно очень. Вот. Еда тоже. Ну, еду мы, да, сами готовим. Ну, на самом деле, с едой у меня, допустим, не возникает проблем. Просто, как бы, ну, я готовить умею, и поэтому с этим нормально. Ну, а когда приезжаешь, думаешь, да, здорово было. Веселые приключения, конечно. Уже постфактум. Да. Все было хорошо. Вот. Какая самая экспедиция, которую вы помните, которую вы будете всегда помнить? Есть такая? Наверное, вот эта, которая была этим летом. В августе мы ездили на остров Кунаширы, на остров Итуруп. Вот это фотографии острова Итуруп. это место называется Белые скалы. Вот как раз... Там где-то, это Камчатка, где-то тоже Дальний Восток. Это Курильские острова на юге. Ну, там вот рядом с Японией как раз пососедствуют эти острова. Ну, вот, собственно, мы... Территория дискуссионная нашей Японии. Да. Вот эти вот белые камни мы собирали как раз с этих белых скал. Вообще, это... Это вулканическая бомба. Ну, то есть, это кусок лавы, который вылетает из вулкана, и вот кусок лавы летит и остывает в воздухе. Ну, и потом приземляется их... Ну, огромные слои вот этих вот белых пемс. То, что после вулкана вот эти вот... Ну, то, что вылетает из жерла. Вот. И вот эти вот бомбы достигают размера 2 метра. Ну, то есть, у них даже больше человека. Ну, максимум, да? Может быть, 2 метра. Ну, маленький, да? Вот. А сколько лет этому камню? Скорее всего, 30 тысяч лет. Вот тут... Ну, вот видно. Это вот эти вот штучки. и для масштаба... И для масштаба... По-моему, предыдущая фотография... А, или нет. Ну, ладно. Пусть дальше идет. Вот сейчас будет фотография, на которой будет ехать здесь самосвал. И он будет такой маленький-маленький. А вот эти вот слои, это больше 80 метров в высоту. И это все результат одного единственного извержения. Один вулкан... Один вулкан извергался настолько мощно, образовал такие большие слои, что... Ну, они вот... новая гора просто. Вот. И вот как раз вот это вот... Вот, да. Один вулкан... Да. И вот как раз механизм вот таких извержений, почему они такие мощные, такие сильные, вот как раз это нас интересует, мы это изучаем. Почему? Потому что... Зачем? Почему вы изучаете? Потому что это сильно влияет на экологию. Потому что... Вот считается, что заводы очень сильно загрязняют окружающую среду. Но на самом деле одно извержение, ну, хотя бы одно извержение вулкана гораздо сильнее влияет на экологию, чем все заводы в мире. А вот такие извержения, ну, такие мощные, они могут приводить и к вымираниям. И вот как раз механизмы таких сильных извержений нам интересны, чтобы, ну, для начала начать их предсказывать. Чтобы знать, когда будет... Да, когда будет следующее. но можно сказать, что они происходят, ну, не так часто в истории человечества. Вот это вот извержение происходило 30 тысяч лет назад. Вот. Ну, и таких сильных, по-моему, пока еще не было после... вот в истории человека. может быть, что будет. Ну, вполне, да. Что говорят вулканологи. Мы уже должны волноваться. На самом деле волноваться не стоит пока что. Таких сильных, скорее всего, не будет. Вот все боятся, что... Ну, многие, конечно, боятся, что вулканы в Йолдстоуни и взорвутся. Ну, вот там, в ближайшее время. Ну, это вряд ли. Наверное, это будет через сотни тысяч лет. У нас есть время. Да. Хорошо. Можно задать вопросы? Да, конечно. Если есть вопросы, сразу... Хорошо. Это государственная работа или это частная? Это государственная работа, да. Это научный институт сибирского отделения Российской Академии Наук. Окей. И вы сотрудничаете с другими государствами или специалистами из других стран? Ну, прям... Ну, немножко. У нас есть знакомые, с которыми мы работаем, например, сотрудник моего руководителя Павел Избеков из Саляски, из Соединенных Штатов. Также у нас есть коллеги из Германии. Вот. Ну, мы не прям вплотную с ними работаем. Допустим, мы как... если нам нужно сделать какие-то анализы, состав, допустим, состав этой породы определить или что-то такое специфическое сделать, мы к ним обращаемся. Вот. Ну, и они нам делают работу некоторое. В России пока нет оборудования? Есть, но не все. На самом деле изучать породы можно разными способами и разными методами. И как бы это нужно очень много приборов. Ну, понятное дело, что мы ограничены в средствах, поэтому некоторыми приборами пользуемся за границей. я просто спрашиваю, потому что это такая масштабная проблема извержения огромное. Да. Мне кажется, все должны вместе все вместе думать, что делать. Да, это так, но просто ученых очень много и много разных специальностей. Есть геофизики, там, есть там, экологи. И все говорят, ну, проще говоря, на разных языках. То есть разные термины используют. Они углубились в своем направлении очень далеко, что, допустим, нам не понять, ну, сложно понять друг друга. Вот. И это... Нет таких синтетических, профессий, где есть все специалисты, универсалы. Ну, универсалы-то есть, но их очень мало, конечно, да. Проблемы. Да. Вот. Хорошо, да. Ну и... Вот, например, Камчатку вы смотрели. Да, вот это вот как раз Петропавловск-Камчатский. Да. Да, вот это вулкан Вилючинский. Я не знаю, у вас же вроде был гость Камчатки, да, недавно? Ну, это было давно. А, это давно было, ну ладно. Все инструменты меняются, да. Вот, это город Петропавловск-Камчатский. Мы туда приезжали в этом году на конференцию, и там я был еще в прошлом году. Это вот как раз к вопросу о том, можно ли изучать вулканы, если ты не геолог. И на самом деле это возможно. На Камчатке проходит вулканологическая школа каждый год. И туда приезжают ребята из Японии, из Канады, из Штатов, ну и вот из России на две недели, и там проходят занятия. Ну, занятия проводят вулканологи прямо вот на вулканах. Вот. То есть, если вы хотите, например, после курса в Экс-Линго, можете попробовать, да, быть вулканологами. Вот как раз фотографии с этой школы. Вот это еще на пути туда, к вулканам Мутновский-Горелый. Вот как раз где школа проходит. Это вулкан Вилючинский. Вот. Они активны или уже нет? В Вилючинский нет. А вот Горелый и Мутновский это активные вулканы. Там нет, там нет лавы. Нет, активные, там сразу в этих ситуациях, в этих условиях школа идет. Сразу практика. Да, то есть точно так же мы жили в палатках. Хотя у нас там был домик, но там была кухня, и мы там обедали и проводили занятия. Вот. Это на вулкане Мутновском. Вот на Мутновске легко попасть, туда приезжают и туристы, и просто местные люди, которые любят вулканы, они приезжают на своих машинах и ну и просто лазают по вулканам. Вот. Да, а вот эта вулканическая деятельность, она проявляется в виде того, что горячие источники, ну горячий пар, который выходит из недр Земли и изнутри, из-под Земли. Гейзеров нету, только пар. Вот. Водопады, да. Вот. И причем там, ну не только идеологи, там было очень много разных людей, были и журналисты, и военные, и ну я уже не помню кто точно. Вот. Просто это у людей хобби, они туда едут или интересно? Это просто интересный опыт, да, побывать на Камчатке, мне кажется, в этом всем мире известное место, где много вулканов. Да, что вот, как вы думаете, что интересного в этом регионе, на Камчатке? Почему люди туда едут, едут, почему, например, почему мы, ну и часто, например, тоже и иностранцам, да, советуют ехать на Камчатку? Ну, потому что там очень красиво, да, вот. там пейзажи, это уже отличный мотив. А города там отличаются от российских городов? города, ну, люди очень отличаются. Чем? Как бы так сказать. Характер другой, да? Ну, да, там, ну, вот, особенно на Курильских островах, там очень маленькие городки, ну, такие, как порты, вот. и там на самом деле народ, он оторван от, от нас, от материка, от основной части. Там у них очень, мало у кого интернет есть, ну, там есть только мобильный интернет, а, допустим, провод туда еще не провели, вот. там люди более спокойные или наоборот? Ну, да, они очень спокойные, так сказать, да, у них все размеренно, медленно, они, да, им некуда торопиться, они живут, ну, вот, за счет того, что им дает море, это рыба в основном, вот. Ну, они как-то как-то просто общаются, могут легко прям вообще заговорить, не важно о чем и с кем. вот, но они, когда ты приезжаешь туда, ты сильно отличаешься от этих людей, внешне даже просто, ну, и они сразу по тебе видят, что ты, ну, гость там, приезжий, вот. Как у них, может, другая одежда или что-то, или просто видно что-то? не верно. Не, конечно. Да нет, как бы, на первый взгляд, вроде обычной одежды. Вот. Но там очень маленькие городки, там, например, если тысяча человек живет в поселении, то это уже считается город. Вот. Например, город Курильск на эту группу. Тысяча издать. У нас, по-моему, это еще не город. Да. Обычно это не город. Город, там больше десяти тысяч человек обычно. Вот. А это вот вулкан Мутновский. Вы можете посмотреть, вот это вот люди, а это вулкан. Ну, это причем туда идти очень долго, полдня, от лагеря полдня. Там нет дорог и ничего. Ну, там есть тропинки просто. То есть на машине туда не проедешь. И очень много людей приходит и просто обходят вокруг, ну, вот, по вот этой кромке. Да. Можно сделать еще назад или пару раз назад. Так. Где-то было видно? Вот, вот, вот тут маленькие штучки, это тоже люди. приезжают туда много спортсменов тренируются, бегают, ну, в гору бежать тяжело, они прям... бежать там еще дышать тяжело. Ну, на лыжах зимой покататься, да даже не зимой, когда снежный, ну, когда много снега выпадает, он за лето не успевает растаять, и можно и летом даже кататься на лыжах там или на сноуборде. То есть, например, внизу лето, да? Ну, да. Да, в горах тоже. Вот. Скажите, пожалуйста, а для экспедиции вообще что нужно знать? Есть какие-то специфические моменты? Или, например, вот сейчас кто-нибудь студент скажет, я хочу экспедицию, да, я хочу на Камчатку. Да, что нужно? Так, ну, на самом деле очень много всего нужно. Ну, нужно иметь хорошее снаряжение, чтобы ходить. Дировка. Да. Ну, обувь, одежда, рюкзаки. Всегда нужно носить головной убор, чтобы голову не напекло, чтобы да, вот. Поэтому мы там вот просто поднимались выше облаков как раз на Мутновске. Облака. Вот. Ну, хорошая обувь. Потому что приходится много ходить по снегу. вот видите, люди спускаются в обычный... Универсальная, да? Там где-то есть снег, где-то снег, да? Да. Нужно такая, чтобы ты не подскользнулся, не провалился в снег. Такая прям хорошая подошва. Вот. Ну, если вы хотите стать диалогами, например, то вам обязательно нужно иметь молоток, чтобы откалывать вот такие вот камни. это все экипировка профессиональная. Да, а вот как раз были первые фотографии. Где? Это город Южно-Сахалинск на острове Сахалин. Здесь такая архитектура. Да, но этот остров некоторое время принадлежал Японии. Вот. И здесь сохранились некоторые японские постройки. Вот. Это вот был Краеведческий музей. сейчас это Краеведческий музей. Вот. Также там много заводов. Ну, они уже не работают, но они до сих пор стоят. Японские заводы. Да. Очень легко отличить японскую постройку от российской. Японцы долгое время все строили из бетона. Вот. Если здание из бетона, то вот оно точно японское. Ну, там и заводы все из бетона. Вот. И это вот порт в Южно-Сахалинске, из которого мы выплывали и плыли на остров в Кунашир. Да, это плыть где-то сутки до острова Кунашир на теплоходе. День и ночи, можно для русских это не далеко. не очень далеко. А там русский язык отличается от языка например на сибирском? Да нет, нет точно. Все точно так же. Да. Акцента никакого-то? Нет, нету. Интересно. В России обычно у нас нет такого, что например в одной зоне, ну иногда бывает обычно южная зона, на юге там есть какой-то характерный акцент. Если например едете во Владивосток, то у вас не будет проблем например, вы все будете понимать. Русский язык всегда русский язык. Ну да, но вот с теплохода вот люди ловят рыбу прям в море. Пока вы плывете, в Охотском море, да. Ну и соответственно там много чаек, они вот постоянно над судном кружат пока ну пока мы плывем. Вот. Вот это вот остров Итуруп. Это вот мой начальник Сергей Смирнов. А это вот мой коллега Алексей Котов. Вот. Это плохо видно из-за облаков, но это кальдера, ну это старый вулкан. Сейчас там залив называется Львиная пасть. Там уже часть моря. Ну да, это такой залив круглый. И там два таких полуострова, они такие острые, как куки. Вот. А это вот на острове Кунашир мы изучали вот такие вот как сказать коренные выходы пород. Это тоже гора. Да, по сути это тоже старый вулкан. Ну их очень много там. старые вулканы и новые? Ну в основном старые. Ну как для нас старые это несколько тысяч лет или десятки тысяч лет. Это ну да, это диалогия. В диалогии все измеряется более длинными отрезками времени. Вот. Допустим для масштаба я говорю, что они старые, но на самом деле 30 тысяч лет по меркам Земли это по сути это как будто вчера было. Вот. Например вот извержения вулканов, которые были на Алтае миллионы лет назад это древние, а вот те, которые происходят сейчас и происходили десятки тысяч лет назад допустим на Курилах на Камчатке это вот как будто вчера. И это ну доступно нам для изучения. вы видели например вулкан, который уже действует активно? Нет, извержения я пока еще не видел, но это моя мечта. Я когда-нибудь увижу. Вот. Ну, наверное, это придется ехать на Гавайи. В России или... В России нет, в России вулканы извергаются вот на Камчатке. Да и на Курилах в прошлом году вот мой начальник ездил и он попал на извержение вулкана, он там заснял, он отбирал свежие образцы лавы. Вот. Ну, у меня еще много времени впереди. Вот. Какие еще есть интересные места? Вот, вы говорили, Курилы, Курильские острова, вот это дискуссионная территория Камчатка, да? Что еще геологи, гуко-экономики изучают? Например, вы говорили, вот на Алтае, да, тоже горы, но они очень-очень старые, да? Да. Их изучают или уже нет? Ну, вообще, для геолога очень много объектов есть для изучения. Вот, раз уж мы заговорили про Алтай, Алтай близко, вот, и у нас очень много коллег, которые как раз изучают алтайские горы. Там сейчас землетрясения происходят, вот, вулканы там давно не извергаются, конечно, ну, вот, там, как бы, до сих пор идет активность, идёт, да, вот, ну, и мои знакомые изучают землетрясения, их последствия, вот, и как бы можно изучать вот древние извержения вулканов, вот, у нас очень много людей изучают сибирский регион, ну, то есть и за полярным кругом, и, допустим, да, в Якутию там добывают алмазы, знаете, в трубках, ну, трубка мир, трубка удачная, вот, ну, я вот просто смотрю в карту и вот, и вообще куда бы диалог ни отправился, он везде может найти объекты для своего изучения. То есть диалог, это профессия, то есть вы без работы не будете? Ну, скорее всего, да. Вот, ну, диалоги, это, ну, вот я занимаюсь как бы наукой, а есть еще такая сторона диалоги, как добыча полезных ископаемых, вот, это уже, ну, очень сильно отличается от науки. Тактика. Да, это, это тоже очень тяжелый труд. Ну, вот, это вот, допустим, я один месяц был в полях, в экспедиции, а те, кто занимаются добычей полезных ископаемых, они круглый год на месторождениях работают. Либо, либо на поисках месторождений. А у вас на работе есть какая-то цель, например, публиковать в журналах находки или... Ну, мы публикуем в журналах свои статьи. Да. Ну, вот, ну, мы изучаем что-то и потом пишем статью, отправляем в журналы. это, можно сказать, конечный результат нашей работы. Ну, публикация. Вот. в России геология сейчас как она развивается, но популярна? Или это какая-то профессия? Ну, мне кажется, она становится каждым годом все популярнее, потому что все больше и больше ребят приходят и поступают к нам на геологи-физический факультет в Новосибирский университет. И, ну, все больше в них интереса к геологии именно. Вот. и мы стараемся сами больше привлекать, работать со школьниками, ну, проводить всякие небольшие занятия, лекции, ну, вообще обо... ну, обо всех отраслях геологии, о земле в школах. Вот. И, ну, детям это очень нравится. они заинтересованы в этом становятся. Вот. Например, школьники могут ехать в экспедицию? Ну, конечно, это будет не такая серьезная, но теоретически вы делаете такие? Ну, да, в теории-то, конечно. Я сам, когда был школьником, я ходил в клуб юных геологов, и мы каждый год ездили в походы. Мы, ну, иногда неделю, иногда две приезжали в разные места, но это еще было в Челябинской области. Вот. Мы ходили по разным месторождениям, по сути, вот, ну, брали образцы минералов, и как бы коллекционировали потом изучали. Мы коллекционировали их и делали из них поделки. У нас была мастерская, да, мы могли полировать камни, делать что-то. Вот. Ну, и у многих это становится потом профессией. Вот. Ну, вообще, очень много клубов в России. По крайней мере, в Челябинске больше, больше трех. В Новосибирске, в Академгородке есть свой клуб юных диалогов. Вот. Еще несколько музеев минералогических, которые тоже иногда вот проводят занятия с детьми. Вот. А недавно даже в одной школе появился класс, который вот с направлением типа диалогии. В школьном музее есть прям такой урок, который посвящен минералам, и детям вот рассказывают про минералы. Специализация в школе начинается. Ну, это не обязательно только именно в школе. Иногда просто в школе человек не занимался диалоги, а потом пришел и поступил к нам на факультет. Вот. Хорошо. Вот ваша профессия, она как-то повлияла на вас? Или вы просто сначала уже были готовы к профессии? Ну, у меня, да, получилось так, что я уже изначально был готов. Ну, она стала моей жизнью, можно сказать так. Вот. Вам не нужно адаптироваться долго? долго. Ну, ну, да. Ну, я как бы уже, когда уже начал работать, уже много знал, много умел. Вот. В принципе, всему быстро учишься, так что... не было бы проблемой, все равно, наверное. Вам больше понравится, да? Вот. есть еще что-то вы хотите прокомментировать? Интересные фотографии? Да, я могу рассказать... Во время экспедиции что-то, ну, про медведя, да, был интересный момент. Да, еще были какие-то интересные моменты? Да, вот мы жили в доме со змеями, например. Вы видели? Видели фотографию со змеей? Вот. Мы жили в доме, были змеи. Вот. Ну, они были везде и на крыше, и там... Ну, они могли ползать по стенам. Я очень удивился. Они вверх по стене ползали вот так. Вот. Ну, в принципе, они не кусались. Это было не опасно. Это было не опасно, да. Они... Ну, из-за того, что их можно было в руках. Утром просыпаешься. Да, они вообще не ядовитые, но... Ядовитые или нет? Не ядовитые. Вот. Там все стены в их старых шкурах. Они сбрасывают шкуру. Старые все. Да. Вот это вот чешуя. А на стене. Вот. Ну, и вот там мы жили без связи, без всего несколько дней. Такой момент, когда это трудно. Вот вы едете в экспедицию и сколько... времени вы там... Ну, вместе с тем, чтобы приехать где-то месяц или полтора. Двесяц, полтора и без интернета, без... Нет, почему? Ну, пока мы в дороге, связь есть, интернет есть. А когда там уже на месте... Ну, да, когда уже там живешь в палатке, обычно нет связи. Вот. Ну, в принципе, спокойно, как-то легче, когда никто не звонит тебе, не достает звонками. что можно спокойно работать. Да, но вот моей супруде это не очень нравится. Она волнуется. Да, ну, и родители тоже, ну, они волнуются. Там же может всякое произойти. Медведи ходят, змеи. Ну, да, пока ты там связь-то и не особо нужна. Вот. Еще какие-то есть дискомфортные условия? То есть, ну, медведи, змеи, еще кто есть? Ну, так я бы не сказал, что был какой-то дискомфорт. Наоборот, в принципе, есть много приятных моментов. Вот здесь это место называется я забыл, как называется это место, но это горячие источники с горячими ваннами. Да, это горячие источники, горячие ванны и там такие ванны прям на дне. Да, и там очень горячая вода, там можно греться, купаться в этой воде. Вот. Там очень классно. Вот. В принципе, это было очень здорово. Позитивный момент. Да. Вот. природа. Вот здесь это вот остров Итуруб, на этой куристи острова. Там субтропики, там вот почти как в Японии. Видите, это бамбук, такие деревья, бонсай, по-моему, называется. Вот. А это тоже горячие источники, но это очень горячие. Тут 100 градусов температура воды. Из-за того, что она очень сильно минерализована, из-за того, что в ней много серы, она становится такой голубой. Ну, здесь плохо видно. И вот, ну вот, по краям вот этих вот источников горячих растет минерал серы. Вот. Ну, а там, в принципе, можно яйца сварить, если хочется, да, в кипятке. Вот. А это остров Шикотан, тоже на юге. Вот. Ну, это, по-моему, закрытый город, туда просто так не попасть. Туристы туда не попасть. Да, даже нам нельзя было выйти туда, на берег с теплохода. Вот. Поэтому мы просто вот стояли и смотрели там. То есть, ну, из всех ваших экспедиций, то есть, туристические места, у них были, как вот, Камчатка, да? Или туда тоже трудно? Нет, на Камчатку попасть гораздо проще. Но туда просто прилетел, и все, и ты можешь там ходить, хоть где. А Курильские острова, это все-таки пограничная зона, и туда нужно специальные пропуска делать. Вот мы делали... Специально все документы нужно делать? Да, там... Поедешь. Да, но вот у нас были научные цели, поэтому мы без проблем получили пропуска. Почему закрытый город? По какой-то причине... А там военные, там пограничные службы. на Камчатке мы уже просто в этом году были в городе. У нас была конференция по... по... как раз по вулканологии, которая посвящена изучению Курильских островов, Камчатки и Алиутских островов. Это вот рядом с Камчаткой к Аляске идет вот такие острова между Аляской и Камчаткой. Видите, да? Да, здесь и между... Вот. Там тоже вулканы и их тоже изучают. Вот. Ну и вот на этой конференции были ученые из США, из Японии. Вот. Она проходила на английском языке. Ну, то есть мы делали доклады на английском языке, там общались с людьми, да? Вот. В России вообще много к нам едут иностранных специалистов? Есть? Или обычно у нас русские изучают русскую территорию, а... Нет, не обязательно. Иностранцы тоже приезжают к нам. Ну вот. Кого-то интересует Камчатка, кого-то Якутия, кто-то изучает Уральские горы. Вот. Ну и как бы наши тоже отправляются и в Чили, и в Африку, и в Европу. Ну, в Чили вулканы, в Африке, на юге это золотоносные месторождения, золотые руды. Золото. Вот. Да, тоже изучают. Да. Это не изучают или это практика, то есть они добывают? Нет, это скорее изучение. Научное. Научное изучение, когда ты изучаешь одно месторождение, ну, не одно, а несколько месторождений, и потом ты можешь... То есть, где есть все минералы? Да, где скопление руд. И ты потом, зная, ну, их определенные черты, можешь открыть месторождение в других местах. Вот. Еще там. Да. Вот. Ну, я пока за границей еще не работал. В России? Да. Хорошо. Ну, последний вопрос. Самые три вещи, которые вы рекомендуете точно взять, ну, не только в экспедицию, а кто-то хочет, да, ехать на Камчатку, да, или на Курильские острова. Что нужно брать? Так, нужно брать... Я бы взял фотоаппарат. Ну, я всегда его нашел с собой. Экипировку. или туристам, например, это важно, экипировка? Ну, конечно, важно. Ну, когда хорошая экипировка все равно как-то приятнее и лучше. Хорошо. Легче ходить, да. Да, я бы, наверное, взял хорошие ботинки и, наверное, еще, может, гитару. Атрибут популярный. Атрибут, да. У вас в экспедиции всегда есть кто-то, у кого есть гитара? Ну, обычно есть, да. Русские ученые всегда берут гитару. Потому что вечером или ночью остается свободное время, ночью мы как бы не работаем в экспедиции. Не спите. Вот. И поэтому можно развлечься. Вот. Хорошо. Есть вопросы еще? Что вы хотите еще узнать? Можно что-нибудь спросить? Я считала, что Эдманд Чаков жил в Сахалине. Вы знаете, да, он ездил на Сахалин. Да, ездил. Он писал намного о дяде Мармия. Да, да. Он же там был какое-то время, но потом вернулся. В Сахалин музей у Эдманд или нет в Сахалине. Не делит. Потому что я не знаю, я не была на Сахалине, поэтому... По-моему, там не очень любят Чехова, потому что он, по-моему, что-то нехорошее про них писал. Или мне кажется? Ну, по-моему, что-то им не понравилось? Там, по-моему, я не все читала у Чехова, но я могу ошибаться, да, у него есть негативные какие-то моменты, поэтому может быть, что жители, которые там, кто живет на острове Сахалин, они не нравятся. Да, там нет памятников Чехову, ничего такого. Вот. Такая тоже контраст, там другие люди не любят Чехова, обычно в России у нас много монументов Чехову. То есть, да, Сахалин, тоже такая уникальная зона в России. Кроме домиков, там, как бы, влияние в Японии чувствуется? Ну, там много японских автомобилей. А, да. Ну, потому что они там дешевле стоят просто. Вот, там, там очень много джипов. Ну, вообще, на кулисах в этих островах, на Сахалине, почти все ездят на джипах, потому что дорог хороших очень мало, легковушки не везде могут проехать. То есть, это не престиж, это просто... Ну, просто так нужно, да. Вот, мы вообще ездили на... Ну, один раз мы ездили на вездеходе на гусеничном. То есть, машина, которая ходит везде, вездеход. Вот, нам нужно было... Там, далеко до этих фотографий. Нам нужно было стихать... со стороны Охотского моря, на Итурупе, попасть на сторону, где Тихий океан. Вот. И пешком там идти по карте, если смотреть, то 6 километров. Но там такая растительность, там бамбук, он выше человека. из-за того, что там бамбук, там очень трудно ходить. Вот. И это бы заняло несколько дней продираться. 6 километров, 5... Да. Поэтому нам пришлось ехать на гусеницах. Ну, на гусеничном транспорте. Вот. Ну, с ним как-то быстрее получилось. ему вообще без разницы куда ехать. Хоть даже если будет лес, он будет валить деревья и проедет спокойно. Он может ехать вот так вот в гору на крутой склон. Локальная машина, да? Угу. Ну, вот нам повезло, что ну, вот водитель этой машины с нами согласился поехать. Да, то есть это транспорт, когда вы в экспедиции, транспорт вы не решаете, да? Например, когда еще в Новосибирске тоже локальный. У нас как бы, ну, мы же не можем с собой привезти, нам, потому что нужно на самолете, потом на пароходе, ну, а потом, да, и вот просто мы договариваемся с людьми, которые живут на островах, у них есть машины, и мы как бы пользуемся тем, что у них есть. Вот. Если бы не было машины, вы шли пешком? Мы бы шли пешком, да. Ну, это бы заняло несколько дней. Ну, мы ходили один раз, вообще. Было такое, ходили, но мы просто взяли палатку с собой, еду и ночевали. Ну, у нас, как бы, получается, был главный лагерь, и вот мы пошли и сделали себе маленький еще лагерь, в котором ночевали. Вот. Да. Некоторые водители считают, что геолог должен ходить пешком. Поэтому... Ну, да, вы же геолог. Ну, да. Геологи. Вы выбирали эту профессию, да? Ну, да. Ходить. Теперь ходить. Хорошо. Так, еще есть вопросы? Комментарии? Нет. Тогда спасибо. Спасибо. До свидания. Хорошо. Спасибо. Спасибо.